За последние 11 лет посевные площади льна в стране выросли в 7 раз. Однако, несмотря на увеличение объемов производства, лен практически не используется. Он также непригоден для удобрения. Специалистам сельского хозяйства приходится его сжигать. В результате происходит загрязнение окружающей среды, почвы требует со строительства завода. Это позволит уменьшить количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, а также наладить производство дешевого и востребованного биотоплива. Мы уверены, столь яркий пример экологической ответственности и решительных действий околинского бизнеса станет символом еще множества важных шагов по сохранению окружающей среды и отказа от использования ископаемого топлива. Завод планируется построить в короткие сроки. Где-то мы планируем запустить завод в ноябре этого года. Объем производительности завода – 70 тысяч тонн готовой продукции в год. Продукция экспортно-ориентированная. Есть уже меморандумы поставки на экспорт, подписанные с Дании, с Германии, с Англии. Недавно мы пришли по заявке даже с Японии. Завод будет полностью оснащен современными технологиями. Большая часть оборудования завезена из-за рубежа. Этот продукт может стать альтернативой твердому топливу. Этот вид биотоплива также положительно влияет на атмосферу. Ведь это правда, что при сжигании угля и самой древесины наносится вред окружающей среде. Кроме того, за рубежом растет спрос на такую продукцию. Поэтому его можно направить на экспорт. Фундамент завода заложен. Теперь мы начинаем привозить наше оборудование. Идея строительства завода по производству дешевого и востребованного биотоплива родилась три года назад. Для того, чтобы убедиться в эффективности проекта, проводились различные испытания. Экспортировано за рубеж 20 тысяч тонн образцов.